Здравствуйте, мои хорошие! По названию видео вы уже догадались, что сегодня будем говорить о Леди Баг и ее новых обязанностях хранителя. Как все вы уже знаете из серии Королева талисманов, Леди Баг стала новым хранителем шкатулки с талисманами. Я уже как-то делала видео на эту тему, но сегодня я хочу поподробнее разобрать эту тему, учитывая новые факты и мои новые наблюдения. Давайте вспомним некоторые детали и выделим уже известные факты, связанные с обязанностями хранителя. Начнем сначала. Орден хранителей – это группа хранителей, которые охраняют камни чудес, населяя храм, где хранились бездействующие камни чудес. Для ордена хранителей всегда отбирали самых талантливых и чистых душой людей. С самого детства монахи наблюдали за будущими претендентами на должность хранителя. С ранних лет их отлучали от семьи и тренировали тело и душу на территории храма, который находится в горах Тибета. Но детей не отлучали от родителей насильно, скорее даже наоборот, считалось честью отдать своего ребенка для исполнения великой миссии во имя человечества. После того, как были созданы талисманы для взаимодействия мира людей и мира квани, потребовались люди, которые будут оберегать шкатулки с камнями чудес от плохих людей. И на протяжении всей истории человечества находились люди, которые каким-то образом выманивали или крали талисманы и использовали их во зло. Именно на этот период, а именно для борьбы с суперзлодеями, хранители отбирали достойных кандидатов для роли супергероев. Самим же хранителем перевоплощаться в супергероев можно только в самых крайних случаях, лишь для спасения доверенных ему талисманов. Вы спросите почему? Все очень просто. В случае его поражения как супергероя, суперзлодей может завладеть его знаниями и всеми талисманами, хранящимися в его шкатулке. И тогда суперзлодея в руки попадет огромная власть и возможность стать непобедимым, тем самым равновесие сил добра и зла будет непоправимо нарушено и мир погрузится во тьму. Каждый хранитель обязан хранить свою шкатулку с талисманами и хранить их в тайне. Мастер Фу был хранителем 172 года. Вполне вероятно, что обладатели шкатулки каким-то образом становятся долгожителями. Возможно, это связано с соприкосновением к миру чудесных, а именно с Квами, которые, как нам известно, могут жить вечно. Возможно, именно Квами делятся своей энергией с хозяином и тем самым дарят им долголетие. Вполне вероятно, что это и происходит во время трансформации в супергероя, когда Квами делятся своей энергией, наделяя человека суперспособностями. Как известно, что о супергероях никто не слышал около 200 лет, а это доказывает, что Мастер Фу не использовал Камни Чудес для спасения людей от зла, но или использовал в тайне и только для спасения Камней Чудес. Также давайте вспомним серию Бэквордер. Действия происходят предположительно во Вторую мировую войну. Мастер Фу и его подруга Мариана убегала от преследования неизвестных людей. Владея безграничной силой, Мастер Фу не стал использовать талисманы, а предпочел бегство в Англию во имя спасения Камней Чудес. Вернемся к Леди Багу. Мастер Фу сделал новым хранителем Леди Баг. Возможно, это было вынужденное действие, ведь Мастер Фу был подвержен атаке Бражника и Майуры, и это было единственной возможностью избежать поражения. Иначе бы Бражник узнал личности Леди Баг и Супер Кота, и тогда завладеть сильнейшими талисманами было бы просто. С другой стороны, Мастер Фу давно выбрал ее в качестве будущего хранителя и говорил ей об этом. Интересный факт, на который хотелось указать отдельно – сама шкатулка. Шкатулка не имеет постоянной формы, она видоизменяется при смене хранителя. Теперь у Леди Баг шкатулка в образе эллипса, более современной и защищенной от вторжения незваных гостей. Не каждый теперь сможет воспользоваться талисманами без воли хранителя. Это очень большое преимущество перед старой шкатулкой. Изменение формы шкатулки говорит еще об одном факте – последнее испытание Мастера Фу голодом. Это было уже скорее просто традицией, ведь форма шкатулки уже была именно той, к которой мы так привыкли, а значит, он уже был объявлен хранителем. Но, как мы уже все поняли, мало стать хранителем, нужно постоянно обучаться этому мастерству. Мастер Фу по своей глупости прервал обучение, и ему годами приходилось наверстывать недополученные знания. Возможно, ему очень помог с этим один из мудрейших квами по имени Вейс. Еще одна магическая особенность хранителя – при передаче своих полномочий хранитель изобретательно теряет память. Все моменты, связанные с чудесными, все воспоминания о событиях, связанные с обязанностями хранителя, забываются. Он не теряет память совсем с того момента, как он стал хранителем, иначе в его памяти осталось бы понимание, что ему 10 лет, и он ученик в храме хранителей. Но нет, все его навыки и умения остались при нем, но только те, что не связаны с миром чудесных. Интересный факт – то, что он не узнал свою возлюбленную при встрече. Возможно, их знакомство было напрямую связано с камнями чудес. Это означает, что если Леди Баг решит вернуть скотулку обратно мастеру Фу, то она забудет именно те моменты, когда она была супергероиней. Родителей и друзей она точно не забудет, и ее жизнь станет точно такой же, как и была, до знакомства с Тикки и с другими квами. Но вот еще интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Мастер Фу передал полномочия именно Леди Баг, а не Маринет. Передаю скотулку с талисманами и назначаю новой хранительницей Леди Баг. Он так и объявил, что теперь именно Леди Баг станет новым хранителем талисманов. Означает ли, что любой обладающий талисманом Божьей коровки считает сохранителем? То есть, если, например, Алья станет на время Леди Баг, она автоматически становится хранителем? Как бы то ни было, я сомневаюсь, что такого персонажа, как мастера Фу исключат, как главную фигуру событий. Скорее всего, мы его увидим буквально с первой части четвертого сезона, возможно, в качестве наставника. А значит, он каким-то образом все вспомнит. Не просто так нам показали в титрах картинку, как мастер Фу направляется к храму хранителей. Подведя итоги вышесказанного, выходит, что пока Леди Баг является хранителем, ей нужно избегать битв с суперзлодеями, иначе она рискует всеми остальными доверенными ей талисманами в случае поражения. Выходит, что она просто должна подбирать новых достойных кандидатов для борьбы со злом, но так как она не знает личности суперкота, он единственный, кто вправе продолжать быть полноправным союзником. Также хочу отметить, что все ее друзья, которые были выбраны Леди Баг в качестве героев, больше не могут пользоваться талисманами, ведь их личности были раскрыты. Леди Баг неоднократно повторяла, что свои личности нужно хранить в тайне, так как бражник может на них надавить с помощью их родных и друзей. Именно поэтому Хлое не всегда давали талисман, чтобы защитить ее и ее родных. Означает ли это, что в новом сезоне мы увидим совершенно новый супергеройский состав? Я думаю, вполне вероятно, и мы точно увидим в супергеройском облачении ее подруг Джулеку, Роуз, Милен, ну и Сабрину. Тем более сценаристы уже озвучивали тот факт, что все, что нам казалось неизменным, поменяется. Может они намекали на смену супергеройского состава? Нам остается только догадываться и ждать выхода нового сезона, дату которого назначили на середину сентября 2020 года. Ну что же, пожелаем здоровья всей команде студии ЗАК и будем надеяться, что какой-то там коронавирус не помешает работе над созданием долгожданного сериала Леди Баг и Супер Кот. Каким станет Леди Баг хранителем без особых знаний, которыми годами преподают в тибетском храме? Ей наверняка придется обратиться к хранителям из храма для разъяснения некоторых моментов. Владея всеми талисманами, она может использовать талисман Пегасы с силой телепортации и в любой момент перемещаться в храм в поиске ответа. А как вы считаете, может ли Маринет быть хорошим хранителем? Лично мне кажется, она сможет, но не сразу. Ей придется очень многому научиться. Напишите мне все свои мысли на этот счет. И помните, я с удовольствием читаю все ваши комментарии и дарю сердечки. А у меня все на сегодня. С вас, как всегда, супергеройский лайк. Обязательно проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если значок подписки горит красным цветом, нажмите, чтобы он стал серым, а также колокольчик, чтобы не пропускать новых видео и всегда быть первыми зрителями. Не забывайте про мой канал в инстаграм. Название канала вы видите на экране, а также ссылочка есть в описании. До новых встреч, мои хорошие! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok